Ну что, мы продолжаем, и далее у нас Антон Павлович Чехов, шутка в одном действии, юбилей! Пошлите в аптеку купить валерьяновых капель, да вас дает кабинет директора сто раз вам говорить. А все ни одному что-то. Сижу тут с утра до вечера. Тут еще воспаление во всем теме. Жар, огнок, в глазах этакие неждометия. Маша Кривляка, этот мерзает, сегодня читает доклад. Наш банк в настоящем и будущем. А я тут сиди на него, работай. Обещал, правда, награду. Если все пройдет гладко, сюда значки публики стереть. Золотой жетон и триста наградных. Поглядим. Благодарю, благодарю, господа, спасибо. Спасибо, весь сверх помнить буду. Николай Андреич. Ой, Смой Андреич, Николай Андреич. Приятно, приятно. Ой, как рад вас видеть. В честь имею поздравить вас в 221-летней годовщине нашего банка. Желаю, что вы... Спасибо, спасибо, спасибо. Спасибо за вашу службу, за все, что вы делаете. Ну, как мой доклад? Продвигается? Да, а что автор не взяли? Значит, первым часом будет готов. Да, если никто не помешает, конь-то. Прекрасно, великолепно. Не будь я ошибочен. Дайте-ка, дайте-ка, посмотрю. Разлагаем этот доклад большие надежды. Ага. Ага. Вот так сильно. Устал обракански. Ночью, ночью случился у меня припадочек подагры. А потом все утро в хлопотах, в хлопотах до пробегушках. Еще идти юбилей, депутация, овации. Устал, устал. А еще, еще неприятность. Да, да. Была вчера у меня, кстати, ваша супруженица. Жаловалась на вас, да. Говорит, Кузьма Николаевич, вы весь вечер за ней с ножом гонялись. Как так, Кузьма Николаевич? Ай-яй-яй-яй-яй-яй. А ты, ради нашего юбилея, Андрей Андреевич, ну хотя бы из уважения к моим каторжным трудам. Прошу вас, не лезьте вы в мою личную жизнь. Прошу. Ой, право, какой у вас несносный характер, Кузьма Андреевич. Какой несносный характер? Вот, вроде, спокойный. Спокойный, почтеннейший человек. А с женщинами себя ведете, как... Как какой-нибудь Джек. Право, не понимаю. За что вы их так ненавидите? А я вот не понимаю, Андрей Андреевич, за что вы их так любите? Вот хорошо бы вы сделали, если бы не пускали на сегодняшний обед там. Хе, пустичи какие. Я знаю, вы кляшику напустите в полную залу. Они вам все дело испортят. От них всякий вред и беспорядок. Но как же, как же лицо? Женское общество, оно... Возрушает. Да? А ваша супруга? На прошлой неделе? Вдруг. При посторонних. А правда ли, что мой муж накупил акции бряшки-пряшково банка, а не упали в цене, мой муж так переживает? Андрей Андреевич, это при посторонних так. Зачем вы их так доверяете? Они же вас под уголовщину приведут. Ну, полно, полно. А, кстати, хорошо, что напомнили. С минуты на минуту как раз должна явиться моя супруженица. Правда, я ей не рад. Ну как не рад, то есть рад. Но мне было бы лучше, если бы она еще пару дней пожелала своей матушке. А то захочет со мной вечер провести. А у нас намечается маленькая экскурсия вечером. Ба! Легка, как на помине. Милый. Поскучился, здоров. А я еще дома даже не была. Погнала прямо сюда. Ну как ты меня пожелаешь? Да, все хорошо, все хорошо. А ты за эту неделю пополнела, попорошела. Ну как, как съездила? Ой, ты мне передает привет, склоняюсь и просто словами. Ах, если бы ты знал, что было, что было, мне даже страшно об этом рассказывать. Ах, что было. Я вижу, ты мне не рад? Да как, как, как не рад? Конечно, конечно рад. Вот у нас юбилей сегодня. А тыс, я смотрю, не одетно. Скоро гости приедут. Правда, юбилей, господа, поздравляю. Желаю вам, значит, сегодня будет собрание, а обед. Это я люблю. Кстати, милый, помнишь, что писал под приказом управительной админице, своего членов банка? Его тебе будут читать? Милая, об этом не говорят, не говорят. Вот, право, дешево будет за мной. Да. Сейчас, сейчас, сейчас. Возу-то мне что-то расскажу и сразу же уеду. Но я там не начала. Помнишь, ты меня проводил? Я села в погоду. Своей полной дамой. И сразу стала читать. В погоне я не буду разговаривать. Читала три станции. И ни с кем ни одного слова. Ну, наступил вечер, и мысли всякие мрачные в голову полезны. А напротив сидел один замечательный молодой человек. Ничего так не думал. Женет. Ну и разговаривали. А потом подошел моряк и какой-то студент. Я им сказала, что они замужем. Как они за мной ухаживали. Мы тоночек не смеялись, а моряк мне даже песни пел. Ну, однако, однако мы мешаем Кузне Николаевичу. Милая, ну после, после. Ничего, ничего. Пусть он послушает. Это очень интересно. Я сейчас закончу. Насталка встречал мне Сережа. И тут подвернулся один молодой человек. Ну, очень симпатичный. Славный. Особенно глаза. Сережа, мы поехали втроем. Погода была чудесная. Нельзя, нельзя. Что вам угодно? Чего хватает? Чего хватает? Так вот еще. Мне самого надо. В честь семьи, ваше превосходительство, жена губенского секретаря, Мельчуткин, пять месяцев был болен, а пока он бежал дома и лечился. Ему взяли и оставку дали. Ваше превосходительство, а когда я пошла за его жалом, Мне его не взяли, и вычли из него 24 рубля 36 копеек. За что, спрашиваю? А он, говорят, из товарищеской кассы брал, а другие за него ручают. Как же так ваше превосходительство? Не что он мог без моего визма брать. Так нельзя ваше превосходительство. Я женщина бедная, слабая, беззащитная. Эти мальчики, это мстит. Ваше превосходительство. Позвольте. Но нужно с самого начала. На прошлой неделе получает письмо от мамени. Пишет. Сестра Катя сделала предложение какой-то для интеллекта. Он хороший, прекрасный, скромный, молодой человек. Но ведь без особого средств. И никакого абсолютного положения. Так и что вы думаете? Катя на беду ему прикладит. Мама писала, что до имени я приехала и поглядала на Катю. Отвольте. Вы меня сбили. Вы мама да Катя. А я доклад писать не могу. Экая важность. А вы слушаете, когда с вами дама разговаривают? И почему я сегодня такой сердитый? Влюблены? Позвольте. Ладно, как же это? Я ничего не понимаю. Ага, влюблены. Танюш, милая, пойди, пожалуйста, в контору на минутку. Я сейчас, я сейчас. Давай, давай, давай. Хорошо. Я ничего не понимаю. Очевидно, вы сюда-то не туда попали. Ваша просьба к нам не относится. Подрудитесь обратиться в то ведомство, где учил ваш муж. Ваше превосходительство. Я уж пяти лет сейчас была нигде. Даже прошения не приняли. Я уж и голову потеряла. Да спасибо зячему моему, Борису Матвеевичу. Да, мы к вам сходить. Вы, говорит, Матушка, обратились за один уши кучу. Но они, человек, влиятельный. Они все могут. Магите, ваше превосходительство. Но мы, госпожа Мерщеткина, ничего не можем сделать для вас. Ваш муж, смотрите, служил по военно-медицинскому ведомству. А у нас здесь банк. Учреждение частное. Конечно. Ваше превосходительство. А то, что мой муж болен был, у меня медицинское следе такое есть. Извольте поглядеть. Прекрасно. Я верю вам. Но, повторяю. К нам, к нам это не относится. Подрудитесь обратиться в то ведомство, где служил ваш муж. Неужели ваш муж не знает, куда к вам обращаться? Ваше превосходительство. У меня ничего не знает. Залазил одно. Не верю, да не твое дело. Да и все тут. Повторяю, сударыня. У нас банк. Банк у нас. Учреждение частное, коммерческое. Понимаю, понимаю. В таком случае, ваше превосходительство, прикажите мне хоть 15 рублей. Я согласна, не все сразу. Андрей Андреевич, это я ж никогда доклады не кончу. Да сейчас, сейчас. Ну поймите же вы, обращаться к нам с подобной просьбой это то же самое, что подавать заявление о разводе, ну скажем, в аптеку. Ну как, как, не понять это. Андрей, можно войти? Да погоди меня. Вам не доплатили. Мы, мы-то здесь при чем? Повторяю. Ваш муж служил по военно-медицинскому ведомству. У нас банк. Ваша просьба не относится к нам. Извините. Паша, вы расхранительство, пожалейте меня все равно. Я женщина слабая, беззащитная, измученная в отмерти. И с жидцами судить. И за мужа хлопачить. И по хозяйству бегать. Да и шо взять без места. Госпожа Мерчуткина, я... Извините. Извините. Я не могу с вами разговаривать. Фух, вот пробка. Не будь я шипучен. Гузьма Николаевич. Гузьма Николаевич. Объясните, пожалуйста, сударыня. Объясните. Прошу вас. Позвольте, да? Объясните. Что вам угодно? Я женщина слабая, беззащитная. Нет. На виду, может, я еще и крепкая. А ежели забрать, так ни одной жилочки здоровой нету. Я или на ногах держусь. Аппетита лишилась. Хоть весь утро и тот без аппетита пила. Я вам справилась, спрашиваю. Что вам угодно? Прикажите в этот день 15 рублей. А остальные хоть через месяц. А ведь, вам кажется, русским же языком сказали «здесь банк». А ежели нужно, у меня медицинское свидетельство есть. У вас на плечах голова или что? Миленький, так ведь я ж свое прошу по закону. Нет чужого не надо. Я вас, мадам, спрашиваю. У вас на плечах голова или что? Ну, черт возьми, мне совсем некогда с вами разбивай. Прошу. А как же деньги? Одним словом, у вас на плечах не голова. А вот что. Что? Твоей жене постукай. Я глубинская секретарша за мною не очень. Вон отсюда. Но она не очень. Если ты в сию секунду не уйдешь, я за дворником пошлю. Не испугалась видами таких. Кажется, я в свою жизнь не видел бабку просили. Скажи, в голову гуляю. Я тебе еще раз говорю. Слышишь, старая Кикимора? Ежели ты не уйдешь отсюда сию секунду, я ж тебя в порошок сотру. Собака лает, ветер носит, не испугалась видами. Я не могу. Я не дурак. Не могу. Миленький. Вы пустили банк. Полон банк. А мне ж доклад надо писать. Миленький, так я ж свое прошу по закону. Удал. Ты же, присутствие на месте. Увален как все детские мужчины. Так вот, поехали też видеть деревяные. На Кате было чудное голубенькое пластик с лёгким гружевым и открытой шеейкой. Я очень интересную, с такой печалкой, я сама ей причесалась, как оделась, причесалась, ну просто очарование Да, 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 очарование Ваше превосходительство Ну что вам еще? Ваше превосходительство, вот этот, вот этот самый, сейчас себя в пол бы постукал, а потом по столу Вы ему велели мое дело разобрать, а он насмехается и слова всякие Да, да, велел, велел, да Я разберусь, приму меры, вы ступайте, ступайте Ваше превосходительство Ну я же вам объяснял, здесь банк, учреждение частное, коммерческое, ваша просьба не относится к нам Ваше превосходительство, когда я деньги получу, мне сегодня не надо Но ведь мне же доклад надо писать, я же не успею Бабушка, неужто вы не видите, как вы мешаете, а? Ну какая вы права? Мадушка красавица, за меня, пожалуйста, подать некому Ну что вы, ну прекратите, перестаньте, ну сколько, сколько вам нужно? 24 рубля, 26 копеек Да все, все, вот, вот, возьмите, возьмите и ступайте Все, ступайте Так, хватит еще благодарить, что я ваша праздник Да, да, да Однако мне уже пора, но я еще не закончила Сейчас, ладно, мне чуть-чуть расскажу, и сразу же уйду Так вот, поехали, мы на вечеринке бережим Ну, конечно, Катя был с дыхательной детки, тоже был там Но я с Катей поговорила, повлияла на нее И она в тот же вечер с ним объяснилась и отказала ему Так что же ты думаешь? Передамом к ужинам, идем и с Катей по аллее Вдруг, вдруг, вдруг слышим выстрел Нет, нет, я не могу, вы не говорите спокойно Бежим к беседке, а там, там, представляешь, бедный гринделец и лежит с пистолетом в руке Нет, 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 я не вынесу Ну что? Ваше происходительство А можно моему мужу обратно на место поступить? Выслежу тебе, прямо в шоке Нет, 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 прекратите Прекратите Кузьма Николаевич, выведите ее отсюда, выведите ВООН отсюда ВООН Да нет, не вот, вот это ВООН Ты что, туда пошли? ВООН Кузьма Николаевич Вот пошла Вот это, вот это, Кузьма Николаевич ВООН Парашют потрут Парашют потрут И присущие вам так, были причиной необычайного успеха и резкого просветания Репутация Репутации банка Репутация 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 Банка поднята вами на такую высоту, что наше учреждение может ныне заперчить с лучшими заграничными учреждениями Репутация 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 Затем, бросая объективный взгляд на настоящее, мы многоуважаемый дорогой Андрей Андреевич Репутация 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 Всем кофе за мой счет!